Добрый день, уважаемые инвестра и трейдеры. С вами Роман Манемир. Сегодня расскажу про достаточно интересную платформу, сервис, который может очень хорошо вам помочь в анализе криптовалют. Именно больше в торговых сделках, возможно для кого-то хорошие инвестиционные уходы будут. Я думаю, вам это понравится. Я уже не раз рассказывал, что я использую в своей торговле, инвестировании достаточно необычные виды анализа, без всяких рисовалок, а все-таки такие более точные вещи. Это опционы, это так называемые маржинальные зоны, это ликвидации, это объемы. То есть анализируй деньги там, где, скажем так, крупный игрок забирает умелки по-простому. Поэтому такой вид анализа, я считаю, достаточно будет востребованный в будущем и он более точно дает понимание рынка, нежели там всевозможные рисовалки, которые делают очень, чуть ли не весь мир рисует на графиках. Поэтому давайте приступим. Перед этим я напоминаю, есть у меня канал youtube MoneyMir. Можете подписывать, здесь масса видео, я записываю еженедельные обзоры и там про видеоанализы записал уже, и там у нас занятия, учения есть, и всевозможные там видения по криптовалютам, по товарно-сырьевым ресурсам, по валютам, по индексам, экономикам и так далее. То есть драгметаллов. Я стараюсь делиться, поэтому не забываем, как это говорят, ставим колокольчик, подписываемся. Я думаю, что это будет плюс, тогда я буду делать больше полезных видео. Хотя не любитель штамповать видосы там каждый день. Поэтому, надеюсь, польза контента будет многим и для трейдеров и инвесторов. Возвращаемся в наш сервис. Он называется Kings Fisher. Я сразу говорю, я здесь не торгую. Я использую эту площадку для анализа. Точно так же, как Чикагскую биржу в семье, о которой я рассказывал, опционы, я тоже использую для анализа. Так вот, в криптовалютах, на самом деле, для торговли очень мало какой-то важной информации можно где-то найти. То есть рисовать, опять же говорю, вот эти линии, уровень сопротивления, поддержки, то, я считаю, не сильно вам поможет. А вот такая вещь, как ликвидация, это очень важная вещь. Я думаю, все прекрасно знают, что многие люди шортят либо лонгуют с большим плечом. То есть там пятое, десятое, двадцатая, сотая, еще даже умудряются люди и двухсотая ловить в криптовалютах. Потом рынок и так волатильный. Так вот, вот эти зоны ликвидации, это очень хорошая как раз, ну скажем, подсказка для вас, где можно купить, где можно продать и куда, скорее всего, пойдет цена. Это очень важно. Так вот, смотрите, здесь в сервисе KingsFisher, ссылочка под видео, пожалуйста, регистрируйтесь, это все бесплатно. Хотя платная версия тут стоит, чтобы вы понимали, ну то есть 22 доллара в неделю. Ну то есть, кто, не знаю, там чисто криптой, я думаю, это ему за счастье вот эта платформа будет для нас. Так, продолжим. Значит, здесь мы видим график, ну вот я его сейчас расширил. Вообще оно вот такого вида, в бесплатной версии у вас недоступна вот эта часть ликвидации. Вот то, что я сейчас показываю. Я, смотрите, взял биржу Binance, хотя здесь есть, ну, анализ Bybit, FTX. То есть это, в принципе, три крупные биржи, но Binance самая крупная. Значит, дальше выбираю инструмент. Вот я выбрал биткоин, хотя здесь есть эфир, биткоин, кэш, рипл, ео, строн, линк, там, видите, да, то есть достаточно много всего. То есть Dash, можно анализировать много моментов. И плечи. All Leverage это все плечи, там, высокие плечи, средние. Ну, вот Optical есть еще такое. Opti, это внутри дня. Его тоже можно использовать. Мы посмотрим. Вот это я в основном использую Optical Opti и All Leverage. All Leverage это такая глобальная вещь. И что мы видим? Вот это буквально загрузил вот-вот на графике, хотя недавно еще чуть-чуть он отличался. Что нам говорит об этом? Значит, мы видим цену, вот 29.726 на данный момент. И мы видим ликвидации слева и справа. Я думаю, у кого со зрением хорошо, он все прекрасно видит, что слева, по крайней мере, ликвидации есть, а справа их практически нет. О чем это говорит? Это говорит о приоритете, что крупный игрок в виде криптобирж, маркетмейкеров, как угодно, которые крутят огромным баблом, они, как правило, тянут цену туда, где, ну, бреют других по-простому, да, забирают стоп-лоссы, ликвидируют позиции. Фьючерсные, вот там, в основном, мы понимаем, да, вот на той же криптовалютной бирже Binance, Binance, кто-то говорит, люди не на споте балуются, а больше лезут на фьючерсы. И берут офигенное плечо. Ну, как бы, всем заработать, наверное, если бы все зарабатывали миллиардерами, но такого не будет. Поэтому цену, как правило, тянут туда, где есть ликвидации. Недавно цена ликвидации здесь была выше, то есть лонгистов. Смысл здесь в чем? Слева это мы ликвидируем, вот, да, видите, с этой стороны, чтобы вы просто понимали, да, вот, лонгистов, справа шортистов, те, которые продают, слева покупаем. То есть, если мы видим такие огромные ликвидации, вот, видите, написано 260 миллионов 400, вот, видите, current price 540 миллионов, вот здесь 341 миллион. И оно вот так с накоплением, накоплением, вот сюда, прям до самого, видите, там, миллиард, да, там, практически миллиард ликвидаций. Значит, а справа, ну, видим, да, вот тоже 330, вот эта отметка, например, ну, вот 30 тысяч. Вот, хотя, буквально недавно еще было, здесь такой огромный был право, это говорит о том, скорее всего, уже часть людей сбрили, по-простому, да. Так вот, ликвидации говорят о том, что цену двигают туда, куда, ну, ликвидируют позиции простым смертным, да, которые, вот, все хотят миллионерами стать. Поэтому эти вещи вам, во-первых, дадут возможность, во-первых, найти точку хода. То есть, например, вот, в данный момент, вот, ликвидация в районе, там, вот, видим, 20, сколько там, 9, 300. Это вполне вот здесь, в этом моменте, может быть, какая-то лонговая сделка. Вот, и, скажем, дальше нужно, ну, анализировать там, в следующий день, еще через день, смотреть, как меняется. Потому что очень динамично меняется, если там сбрилили, ликвидировали позиции, все, график другой, надо смотреть. Ну, смысл в том, что если больше значений здесь, с левой стороны, значит, путь нам вниз. Вот, вы должны просто понимать, если вверх, значит, вверх. Поэтому на данный момент биткоин, конечно, смотрится вниз. Это я сейчас смотрю на бирже Binance. Можно смотреть на нескольких биржах. Давайте, чтобы, что еще можно посмотреть. Вот, давайте посмотрим еще внутри дня. Это Optical Opti. Нажимаем latest, обновление. Я смотрю Binance, все-таки там самые крупные объемы. Больше всего Хомяков, как говорится. Давайте смотреть. То есть, первое, это можно смотреть, скажем так, на средний срок. Ну, там, себе хотите там даже, ну, не то, что средний срок, не внутри дня, а там, может быть, на несколько дней. Что мы видим здесь внутри дня? Например, мы видим в районе 20, начиная от 29 800 и где-то до 30 000 с копейками, есть ликвидации больше, нежели чем продажа. Это говорит о вероятности загнать цену сюда, вверх, и потом развернуть рынок уже согласно глобально, что я показал вниз. Это то, что показывает ликвидации. То есть, мало того, что, то есть, вот эти желтые, это ликвидация шартистов. Это те, кто продают. Вот на данный момент, вот они шартят, думают, все, вот сейчас прямо упадем сходу. И, как правило, используют большое плечо. Так вот, что делает маркетмейкер? Он, понятно, тянет цену сюда, ликвидирует это все дело и потом разворачивает. Поэтому это вы можете использовать, первое, для того, чтобы, возможно, очень маленькие локальные покупки искать до этой зоны. Это раз, искать точку ухода. Например, вот отсюда, видите, вот от этих ликвидаций. Там 20, сколько, вот 9 400-29 500. И в эту зону лонга, да. А после этого, образно говоря, тут фиксируете Take Profit и шартите. То есть, когда уже ликвиднет всех, то, понятно, цену потянут куда? Обратно вниз. То есть, я думаю, ну, логику уловили, вот, к чему важна зона ликвидации. Давайте еще посмотрим еще какой-то инструмент. Эфир я смотрел. Вот, неинтересно там немножко ситуация. Хотя, ну, сейчас посмотрим. Давайте возьмем All Leverage. Это все плечи. То есть, это суммарно все плечи, которые есть на Binance. Так, все идет. Запись хорошо. Значит, теперь давайте возьмем, что у нас эфир, Bitcoin Cash, Ripple. Вот, что-то такое интересненькое, может быть, хочется посмотреть. Ну, вот, я помню, Tron я хочу. Потому что, вот, меня часто спрашивают про эту монетку. Давайте ее найдем. TRX. Вот она. Latest и обновим. Ну, вот, буквально две монеты. Я просто покажу, ну, получить еще третью монету. Мне главное, чтобы вы логику уловили. Я думаю, что дальше вы можете пользоваться самостоятельно. Этим изучаем. Так вот, что мы видим здесь? Видим все плечи. Видим цена 8,18. И у нас, в принципе, сверху есть только одна отметка в районе 9 долларов. 9,10. Вот в этой зоне. О чем это говорит? То есть, цену легче двигать, во-первых, к более близкому значению. Не куда-то вот так сразу полетели туда. Видите? Тут снизу огромное количество ликвидаций. То есть, это о чем говорит? То есть, начиная с... Давайте цены. 7,30. Видите? Дальше. Это патроны, я говорю. Дальше. Правильно я говорю? 6,90. Да. 6,90. 6,20. 6,30. И вплоть до 5,50. За монетку, да? Огромная ликвидация лонгов. То есть, люди по уши в лонгах. Все за тузымун. Поэтому, среднесрочная тенденция, мне лично понятно, что по этому графику, по ликвидации, что мы будем падать. Я думаю, ну ловили. Но понятно, в каждой зоне происходят отскоки. Вы можете ловить после каждой зоны ликвидации какой-то отскок и зарабатывать. Поэтому, здесь вот, вверху, ближе к текущей цене. Поэтому, вероятность, что сначала мы сходим чуть повыше, вот сюда ликвиднем, в район 9,920. А потом развернем, пойдем к следующим ликвидациям. Поэтому, во-первых, в этих зонах ликвидации вы можете искать, в данном случае, если график справа, здесь искать продажи за зоной ликвидации. А здесь, например, вот первая ликвидация огромная. Вот, вот, вот. Здесь покупки. Но не какие-то там долгосрочные. А именно, ловить вот такие отскоки от зоны ликвидации. Я думаю, понятно. То есть, когда происходит ликвидация, сбривают, образно говоря, массу физлиц с плечами, то логично цифровать и цена отлетает назад. Все, сбрили, нечего. Большую цену. Но, если это очень сильное движение, ну, бывает такой, да, крах на рынке, он может прям все схватить. Может? Конечно, может. Поэтому, когда такой каскад большой ликвидации, ну, лучше уже смотреть внутрь три дня и там уже искать более точки, знаете, там купил-продал, купил-продал. В данном случае очень много патронов ликвидации. Сколько тут? Боже, ох, ё-моё. Вот три миллиарда. Очень много. То есть, путь трона выглядит в район пять с половиной долларов. Сколько ещё раз? Да, пять с половиной долларов. Сейчас восемь двадцать. Давайте ещё посмотрим вот внутри дня. Optical Opti. Я думаю, что для многих это станет, ну, просто находкой в анализе криптовалют. И он не будет сидеть, голову ломать, там, техническим анализом, балдеть, как говорится. А просто прийти и смотреть, ага, а где же бреют этих хомяков? Ага, вот там. Ну, там, где бреют, я буду заходить. Я думаю, ну, не первый раз повторяю, логику уже уловили. Так вот, смотрим по Optical. Давайте. Поставлю, нет? Ага, надо обновить. Сейчас грузим. Что мы видим здесь? Внутри дня просится, ну, образно говоря, видно, да, куда просится. Хорошая ликвидация, вот, рядом, внизу, сверху, ну, такая, мизерная. Может, и не пойдем, там, особо, вот то, что я говорил, там, добивать эти цели. Ну, видите, опять же, тут очень маленькая шкала. Вот. Здесь очень много ликвидаций внизу. Это что говорит? Это очень высокая вероятность, что вот это все мы будем сбривать. До, вплоть до какой цены. Ну, тут даже, ну, три дня брать, даже 7, ну, так вот так, да, 7,70. Ну, в принципе, да, 8,10, 7,70. Вот это все сбрить. Нафиг вот это все. И потом только, ну, сделать какой-то отскок. Поэтому мы можем, во-первых, искать точки на продажу, чтобы ликвидировать это все дело. А где-то вот в районе вот этих зон последних, да, уже ликвидации, искать покупку внутри дня. Смысл я помню. И на продажу можно работать, и на покупку. Очень хорошо, когда ярко выраженные зоны вот есть. Тогда вот легче. Ну, и давайте последнее посмотрим все-таки эфир. Я посмотрю на все-таки все плечи. Вот внутри дня мне не очень особо там можно смотреть, но такое мало показывает. Потому что давайте посмотрим. Будем закругляться. То есть вот практически по многим альткоинам, биткоины вы можете смотреть, себе выписывать какие-то зоны. И в этих зонах ликвидации искать как на покупку, так и на продажу. И поверьте, это будут более логические, понятные сделки, чем просто там вы себе стратегию придумали. Ну вот по эфиру я даже у себя в веб-чате сделок, я вот видя сегодня такую картину, чуть, как говорится, удивился. Поэтому мнение мне немножко поменялось. Значит, здесь просто трэш полный. В плане чего, что тут ликвидации вверху нет. То есть я ожидал там чисто даже, понимаете, технически. Скорее всего, я там ожидал рост, вплоть до откат, коррекция серьезная. А видя эти ликвидации, по крайней мере, я там в ступоре. То есть я ничего не делал. То есть если у меня есть сомнения, я просто не делаю. Так вот, здесь я вижу только ликвидации вонгол. То есть вся левая часть. Посмотрите, это опять же, вот сколько это там. Начиная вот отсюда, видите, вот ликвидация. И пошло, пошло, пошло. И до какой-то отметки, ну аж страшно, да? 1220. Потом вот это 1400, более важно, и 1500. И вот эта картинка, она показывает такой момент, что мы можем тупо пойти вниз. Пробить и пойти, пойти, выносить вот эту всю, все эти ликвидации. Потому что вверху я денег не вижу. Если денег нету, то что туда идти? Как бы такая пропасть, дыра вот сюда, вплоть до, видите, куда здесь? Аж 2300. Вот здесь я где-то видел, там определенные были перспективы коррекции для эфира. Но это ж надо вот эту всю полость заполнить чем-то. То есть это надо с потовыми котировками. То есть если опять же это произойдет, тогда здесь будем искать сделки на продажу. Ну, в данном случае я склонен на то, что вот согласно опять же этих ликвидаций, мы будем просто падать. Образно там без особых откатов. Но вот эти все зоны, вы должны понимать, там, вот видите, например, 1500, приблизительно 1350 и 1240, это хорошие зоны отскока. Вот отсюда можно покупать, отсюда, отсюда, то есть искать покупки. Там кто-то отложенными ордерами, кто-то по рынку заходит, это дело ваше. Но я думаю, вы смысл поняли. Поэтому здесь вот такая именно ситуация. Поэтому используйте это, внутренне смотреть не буду, там картина особо не меняется. Так вот, еще раз говорю, этот сервис удобен для того, чтобы видеть там, где будут, скажем, уничтожать трейдеров с огромным плечом. Потому что это, ну, большие плечи, это большие заработки, вы должны понимать. И криптобиржа не особо заинтересована. Особенно криптобиржа, это все-таки пока еще не такие брокеры, ну, скажем, не такая легальность. Что брокер, это не его деньги, это рынок. А криптобиржа, ну, извините меня, это такая кухня, обменник внутри себя. И она вообще не заинтересована в вашем заработке. Поэтому она и там крупные игроки бреют жестко. То есть просто крупной суммой давят, выдавливают всех, а потом идем куда надо. Поэтому используйте вот этот сервис. Я думаю, вот именно этот. Хотя здесь есть еще и там пленные графики, пленные там есть, я видел, фичи, споты, можно смотреть. Но я это не использую. То есть мне важно было вот, давайте еще вот что. Единственное, вот давайте еще там другую биржу посмотрим. Вот, например, очень часто Bybit сейчас пользуется. Когда Binance для некоторых поставил ограничение в лимитах, кто-то на Bybit, на FTX. Вот, например, давайте еще посмотрим вот на Bybit. Бывает такое, что отличаются ликвидации. Ну, пусть можно сравнивать еще. Ну, видите, здесь ситуация по эфиру особо не лучше. То есть вот эти зоны ликвидации, особенно, вот эти финальные. На данный момент я вижу вот эти 1250 отметка где-то в этом районе. Это скорее финальная часть падения эфира. То есть где-то в район 1200-250. Вот здесь может быть разворот рынка. Реально сильный разворот. Притом я и по опционам смотрел, ну, по Bitcoin. Там район 23 тысячи, там и ниже. Вот, но смысл, еще раз говорю, вот эти зоны, они вам дадут понимание, где покупать, а где продавать. На данном, ну, вот, ситуация такова, что с высокой долей вероятности мы будем просто падать. Без всяких там откатов. Образно там пробьем это, нафиг, недельное одно там или которое там казалось сложным пробоем. И просто пойдем вот выносить в мозг вот эти все, все эти ликвидации. Сначала там 1600, потом 1520. Ну, вот эти все-все-все по чуть-чуть. Одного, второго, третьего. Вот это все плечи лонговые. Вот, люди в огромных лонгах, в огромных плечах. Кто им даст заработать? Правильно, никто. Вот, поэтому, еще раз говорю, пользуйтесь этим сервисом. Ссылочка, пожалуй, под видео. Регистрируйтесь. Это, по крайней мере, там, часть под информацией смотреть абсолютно бесплатно. Платные версии это сами все решайте. Если оно вам реально поможет в анализе, вы торгуете очень многими альткоинами. Бомба сервис. Вот, здесь покупаем, справа продаем. Думаю, логика понятна. Подошли к зоне ликвидации, ликвиднули, продали. Подошли к зоне ликвидации вниз, ликвиднули, пошли в покупку. То есть, вот таким. Ну, когда такая огромная, вот, каскад идет, это может просто одним махом, ну, все снестись. Ну, вы понимаете, да, без отката, не знаю, там, черные лебеди. Вот просто все плохо, рынки рушатся, как это было не один раз уже. И это собирается вся эта ликвидность. Поэтому должны быть аккуратны. Лучше ждите какие-то ярко выраженные, знаете, вот такие столбцы. И между ними большие расстояния. И когда он к ним подходит, вот там еще эти сделки. Справа на продажу, слева на покупку. А когда вот такой огромный каскад, очень аккуратно могут просто снести все. Поэтому, если вы торгуете, не дай бог, без стопов, ну, вынесет и вас, да, очень сильно. То есть, я думаю, смысл я объяснил. Если что непонятно, пишите. Я буду, используя этот анализ, также давать сделки по криптовалютам. Практически основную часть, конечно, я даю только в закрытом своем вип-чате сделать. Там я даю не только по крипте, но и по валютам, и по товарам. Там по пшенице, по кукурузу, там, может быть, нефть, газ, там, евро-доллары, S&P 500, иена, там, не важно. Биткоин. Вот сейчас будут добавлять еще альткоины, ну, по крайней мере, топовые, где есть ликвидность. Какой-то мусор не очень хочется брать. Такой вот, на окончании, ну, скажем, маленький лайфхак, у кого есть время порыться, как говорится, есть смысл поискать какие-то долбаные альткоины, которые идут, знаете, по лускам. Их хорошо зашортить, да, вот так. Не искать сейчас отбоя, все, тузымун, ребят. Так не будет. Рынки так не работают у нас еще. Такая... Мы не пришли к разочарованию, знаете, вот как там, 5 стадий, да, рынка. К полному, там, уже смирение и уже, там, осознание, там, и так далее. Так вот, можно поискать какие-то такие не очень хорошие альткоины, скажем, за сотню, да, там, у которых небольшие объемы торгов и зашортить. И вот, если здесь на графике видите огромное количество ликвидации такого альткоина, вот тут можно шортануть и нормально поднять, даже с хорошим плечом. Не знаю, там, какое плечо. Десятое, двадцатое, пятьдесятое. Ну, вот это интересно, да. Вот такое, это если просто такой вам на будущее. Может, если вот видео кто-то будет смотреть, там, не знаю, через полугода, ну, чтобы они поняли, что эта информация актуальна на 5 июня 2022 года. Вот, а не потом. Так что пользуйтесь, добавляйтесь к нам в чат. У нас есть, кстати, прекрасный чат с Денисом. Мы ведем его. Сделки дня называется на финансовых рынках. Мы делимся, ну, стараемся раз в день какую-то давать сделочку. Все бесплатно. Чат тоже будет в описании. Добавляйтесь. То есть наш там клуб Trade Invest Mir. Вот. И плюс с брокером Libertex мы в основном это делаем. Добавляйтесь. Показывайте свой анализ. Вот. Делитесь. Задача, чтобы все зарабатывали, всем было хорошо. Все, конечно, не будут зарабатывать. Ну, хотелось бы, чтобы большая часть все-таки была в прибыль. С вами был Роман Манимир. Еще раз говорю, подписывайтесь на мой канал. Я думаю, здесь будет больше YouTube, я имею в виду. Telegram, чат сделки дня, пожалуйста, под описанием. Под видео тоже все есть. Приходите, изучайте продукты. Продуктов у нас много, достаточно качественных. И для трейдера, и для инвестора. Все. Всем хорошего дня и, как говорится, хороших выходных. С вами был Роман Манимир. Продолжение следует.